Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 749. Событие дня. Евангелие от Иоанна 6,53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Это за 31 декабря 1917 года. Воскресенье. Как раз тут у нас много было причастников. Я вчера, ну так как эпиграф к кроликам, тут неделю-две держу, потом меняю его. Василий Лапкин пишет. Мир вам, дядя Игнатий, и братья. И снова у меня к вам просьба. Поминайте молитву теперь мою маму Татьяну. Теперь она болящая. Вчера пошла на сеновал, у нас там коробка картонная лежала, большая. Хотела сделать курам теплое гнездо. И упала с лестницы, сильно ушиблась. Да и еще получился перелом левой руки со смещением. Увезли в больницу, наложили гипс. Спаси Христос за вашу молитву. Ну молимся. Гусейнов, Рустам. Батюшка, возьмите, пожалуйста, десятину, чтобы Господь благословил. А я никому не скажу. Вот и весь сказ. То есть они там спорят о десятине, куда. А он говорит, вот так, подойди к батюшке, поскажи ему. И все. Это он не ко мне. Они просто разговаривают, я оттуда взял. Ифтушенко Сергей. Малахи 3.8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Приводишь эти стихи и говоришь, что Бога боишься. Если не берет, это уже будет на нем. И дальше. И добавляешь в конце Матфея 5.20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное? Вячеслав отвечает, не знаю. Ифтушенко. Да какая разница, в самом храме или рядом торгует, суть не меняется, чтобы торговлю-то убрать. Прибыль идет в церковь. Суть в том, что если есть торговля, то священник не будет учить человека. Ему верующие уже не нужен. Ему нужен поток людей, покупающих товары. Кто отдаст десятину сейчас? Только верующие. А покупают и продают все. Вот и результат. Народ не учат, так как и так жирно живут. Господь запретил проносить через храм вещи. Это очень уж похоже на перепродажу сейчас. Екатерина Сергеевна. Екатерина Сергеевна. Отсюда идут проблемы. Оглашенных не выгоняют. Это потенциальные покупатели. Им особенно треб, так как у них машина с квартирой не освещена. Учить людей не надо, а надо набирать себе максимально много духовных счет, которые будут заказывать требы. Духовный счет в кавычках. Какой человек с доходом в миллион будет платить десятину? Это как же его научить-то нужно и привести к истинной вере? Она святая, так как на ней строится устройство церкви. Без нее все рассыпается в прах. Так и есть. Сами мы такие, а батюшки из нас же и вышли. Самим нужно сразу захотеть все изменить и просить этого у Бога. Как сделали общины под руководством Игнатия Тихоновича? Елена Ю. Спаси Христос. Благодарю. Благодарю Ефтюшенко Сергею. Слава Иисусу Христу Господу нашему. Я отвечаю Сергею Новикову. Все закончил. Сегодня ночью я все еще ролики загонял. Делал 8 роликов. А он в них должен вставить 1100 фотографий. Вот столько новых видеороликов может быть. Осилите? Новиков Сергей Александрович говорит. Не скажу сразу. Прежде самочувствие установится стабильно. А то пока то отпустит, то прижмет. Мы благодарны Господу, отвечая за вас. И Господь силен дать потребное здоровье для благого дела. Сергей. Не почину честь. Честно, не кривя скажу. Особых талантов не искал. Сам по себе человек неказистый. Что внутри, что снаружи. Что помогаю, так любительская кустаршина. Ну хоть что-то. Я отвечаю. Вот и я вовсе не какой-то. Но Богу угодно взять пастуха от сикаморов-то и толкнуть к знатным на поучение и обличение. И вот святая воля. Вы оживили то, что лежало под спудом на нашем сайте. Мне вас Бог послал, ибо я молился о том 37 лет. Чтобы Господь дал помощников, наставников и советников. И одновременно с вами сразу же почти в один день пришли и Сергей Евтушенко, и Андрей Крячков из Америки. Сергей Новиков. Но вам на жизненном пути повстречалось несчетное число людей. Так кто мало и толикой, а кто больше был и есть полезен. Видимо, и я так. Вот ваша резиденция. Вот он показывает. Надо толкнуть ее. Я отвечаю. Так и я вовсе не какой-то. Ага. Это уже... Он говорит, стрелками на клавиатуре или мышкой. Можно поворачивать и приближать, и отдалять картинку. Вот ваша резиденция. Вот тут это, которое мы уже смотрели в Варнауле. Это вот, чтобы это увидеть, надо маленько мне как-то туда залезть и нажать Ctrl и на эту нажать. Вот сейчас я руку засуну сюда. Ну вот и прошло. Вот смотрите. О! И сразу открылось. Вот человек сидит там. А вот наш дом. Вот он. Вот так. Наша воротца, калитка. Вот это я вперед ролик кручу, оно подходит. Это мы здесь молимся. Ишь, говорит, вот ваша резиденция. А вот дальше там домик, видать, стоят эти... Для голубей крестовина. Это мое. Так что... Вот оно где. Это вообще я в шоке. Так. Ну и дальше продолжаем. Что у нас тут есть? Это место сверху. То есть фотографию. Вот надо посмотреть, надо. Более того, выезд ползунул на Комсомольский проспект 2016 года. Получается это так. Специальная машина с несколькими фотокамерами в одной обойме едет по улицам и делает регулярно снимки через 20-30 метров. Почти полностью, вкруговую. После все обрабатывается, совмещается со спутниковыми снимками и грамотно обрабатывается для демонстрации пользователям. Я отвечаю, да, знаешь, что так и есть, но все равно и удивительно, и страшно. Видна дальше наша колонка, и вода подтекает как. Теперь, не засну, будет мне видеться все это. Так, о каких иной-нэн-щипах сегодня толковать-то? Наша все давным-давно у них есть. Ну и что? Тайны какие создаем? Со шторками не скрыться, за шторками внутренней. А то верующие знают, что у всевидящего мы, как на ладони крошки. Что мне запомнилось, это вся Россия сверху, Сергей отвечает, одни повороты, зигзаги и бардак. Эх, российская дорога, семь зигзагов на версту. И какова, например, Канада. Любое произвольное место, ткни, везде идеально распланировано. Ну, правда, ровно там, как по линейке. Но у нас есть тоже ровные поля большие. Сергей говорит, да и это, я чуть-чуть лучше понимаю вас, но также весьма немного. Реальное положение вещей совсем не видят в своей масти люди. Более того, я могу продемонстрировать, сколько электронных жучков и роботов собирает данные с любой странички в интернете. Вы неделю не успеваете. Вот сколько данных, из какого года об одном из ваших ресурсов. Я ткнул, и правда там наши ресурсы, это в них там накапливается. По карте у вас 2017, а не 2012. Это я уже давненько смотрел-то. Вам свежайшую верху из снимков поставили. Но можно и в 2012 увидеть. Вот и потеряевка. Прямо ткни-то и всё. Стихотворение у меня написано. Я всегда знал, что после грома будет дождь. Бог запретил там, видимо, другое что-то. Комментарии вот под нашим роликом. Там приехала полиция, нас проверяют. Эта полиция стыдна за таких. Как таких в органы-то берут? Их вес гонять надо. А они людей гоняют. То есть пузатый такой подполковник приехал. Ну и канал наш. Замышляйте замысла, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог со всех сторон и стран вопрошает. За что такая напасть на наш детский православный лагерь Стан? Что так люто нас преследует власть и антивласть. Никита, иди посчитай. Я совсем за ней мог. Никита-то нету здесь? Здесь. Давай, садись сюда. Вот это. Ещё на рождественских чтениях в Москве в 2016 году проходивших якобы под руководством Дворкина Алексея. Александра Глинеидовича. Одна из тем была посвящена моей деятельности. Доклад по этой теме был составлен, как пишут священникам из города Сиверска, Томской епархии Дудиным, отцом Сергием. Поручили его прочитать женщине. Вот малая часть доклада, взята в кавычки. Мужской голос. Этот доклад называется «Истинное православие Иглы». А Игла это Игнатий Лапкин. И подзаголовок о богословских воззрениях Игнатия Тихоновича Лапкина. Тихоновича, считай, там всё написано. Тимофеевича. Она даже знать меня не знает никогда. Тимофеевича Лапкина. Его практики общинной жизни и миссии по материалам сайта «Во свете Библии». Кавычки закрыты. Анна Владимировна, пожалуйста. Значит, идёт прямая речь, Анна Владимировна. Уважаемые участники конференции, дорогие отцы, братья, сестры, доклад посвящён православной общине, которую возглавляет, не очень даже удобно называть проповедником его. Называть даже это противно. По поводу детского лагеря. Нужно, я предлагаю, не только митрополиту, но и в Роспотребнадзор. Вот они что делают. Собираются в Москве натравить. Это в прошлом году. Это их работа. Значит, шум, совещание, закрытие лагеря идёт. То есть параллельно. Мужской голос. Для этого в Роспотребнадзор конкретные свидетельства. Давайте подумаем, как это сделать. Они собираются в Москве и судят меня, как ещё со мной сделать, так и закрыть. Снова шум совещания, составление обращения. Мужской голос. Александр Леонидович, не только митрополиту, но и в Роспотребнадзор не будет митрополит вмешиваться. Я читал молитву по поводу лагеря Лапкина. С ним предпочитает не связываться. По поводу детского лагеря. Нужное предлагание не только митрополиту, но и Роспотребнадзор. О, а это вот есть сельдианцы, приезжатели. Слава Иисусу Христу! И здесь в своих обвинениях и надо насти всей нынешней канители вокруг лагеря. Приезжая комиссия, ссылалась на какое-то письмо в Роспотребнадзор. Очевидно, это и есть. Так что Дворкин тут наткнулся на меня уже в четвёртый раз. Сегодня дело обстоит так. Понедельник, 18 июля 2016 года, уже в 22.00 местного времени, когда дети были уже в постели, нагрянула полиция. Это всё заснято и будет выставлено в интернете, как дети убегают из лагеря Стана. И уже ни один ребёнок больше не ступит на территорию лагеря Стана. Лагерь официально закрыт в этом сезоне с этого момента и часа. Дворкин, как губитель и разоритель, о чём гудит весь интернет, добивался этого и закона о запрете эмиссии всем, кроме Московской Патриархии. Так видится многим этот его труд в течение 20 лет на просторах России. Детей разобрали жители посёлка Потеряевка по своим домам, и там дети живут уже как гости в каждом доме. Но далее выявляется уже не игра в прятки. Поступил на заказ возбудить против меня Лапкина Игнатия Тихоновича о рождении 1939 года уголовное дело. В тандеме взялись за это Потребнадзор и прокуратура Мамонтовского района и Алтайского края. Задача во что бы то ни стало добиться, чтобы родители, находившихся в нашем лагере Стане, детей, написали прокуратуру жалобы на нечеловеческие условия содержание и преступное отношение к их детям. Выполнить это задумали так. Раздобыть адреса детей и давить на родителей с угрозой отнять детей и поместить в больницу, если не заберут детей из лагеря Стана и не напишут подобные обвинения в мой адрес. По милости Божией на сегодня, то есть 21 июля 2016 года на эту преступную ложь не пошел ни один человек, ни дети, ни родители. Полиция дежурит возле опустевшего лагеря Стана круглосуточно, чтобы добыть адреса, как сказали нам эти самые полицаи. А в Барнауле приходят люди к родителям, называя себя сотрудниками краевой прокуратуры и показывают список моих преступлений, чтобы подписали. Иначе будут где очень большие проблемы, говорят они. О том не звонят родители. Это уже с их слов. На это подбивать на лжесвидетельство есть. И статья уголовная. Прокуратура пошла и на это. Значит нужно дать материал куда-то выше, что здесь творится. Шаваш нечистой силы, вакханалия произвола. А отправить детей домой нет возможности. У них обратные билеты взяты только на 30 июля и на 1 августа из Канады. Просим всех помолиться, чтобы Господь Иисус Христос управил всеми нами. Исайя 8.10 Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Комментарии. Любовь самозабвенная. Дороги перекопать, чтоб не проехать было. Увы. Юлия пишет. Этот ролик тоже уже вошел в историю. Ах, как стыдно за все. Микола Немченко год назад. А что с лагерем сейчас? Храни вас Бог. Марина Сухорукова. Игнатий Тихонович Лапкин святой человек, вводимый духом святым. Каждый, кто вредит ему, перед Богом ответ держать будут. Таким, как он, помогать нужно, а не травить. Господи, услышь молитвы наши, вразуми нападающих, ибо не ведают, что творят. Никола В. Какой грозный капитан, готов прямо убить. И не стыдясь никого, в конце ролика начал обнимать женщину. Б. Позорище. Медвепутинский ублюдок, пишет. Двуличная Лариса Викторовна, инспектор по охране прав детства. Надежда Тишли. России не поможешь, не понимают они, где добро и зло. Думайте иначе, пишет. Женщина в пиджаке, вы смешны. Пастушок 77. Что-то непонятно, что постоянно приезжает с проверками. Нет, мы приехали наоборот помочь, выделить стройматериалы, чтоб лагерь расцветал. Тихомир Яромирович пишет. Перец в кавычках в полицейской форме с погонами подполковника решил, что две звезды на погонах дают ему право игнорировать федеральный закон о полиции, а именно статья 5, пункт 4.1. Барышня, которая возмущается по поводу съемки, кто будет из какой структуры незнание главного закона Конституции РФ, а также статей ГК РФ показывает ее полную некомпетентность как сотрудника при исполнении. Что касается полицейских, мало того, что они не могут отдернуть данную барышню о ее незаконном требовании, так еще и сами нарушают правовые акты Российской Федерации, превышая свои полномочия. При грамотном юристе сержанту и капитану можно организовать статью 286.1. УК РФ наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Сергей Рожин больше на рэкетиров похоже. Главкомендант КЧР пишет для чего их снимают? Для люстрации, правильно, алтайская хунта Мальцева. Для чего еще выторжение полицаевы снимают? Законы секретутки знают. Алексей Куракин А Лариса Викторовна орган попечительства комитета администрации Мамонтовского района по образованию инспектор по охране прав и детства в этот раз в юбке приехала и курточку накинула прикрыла голые руки урок усвоила с прошлого раза. Слау Блэк вот пристали то Валерий Соломатин Игнатий Тихоныч молочина четко сработано не зря готовились Валерий Соломатин полицаи бездельники займитесь делом кто-то еще еще все да хорошо это мне скинули вот наш дом сосед там сидит это даже настолько это удивительно вот 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 снимает машина как мне это все Сергей скинул вот интересно наше ресурсо показать кто-то митропаносом зашел вот пожалуйста мой мир вот где я в шапке тут можно общаться очень хорошо дальше это наш форум 1600 тем богатый и это вот наш православный видеоканал одновременно десятка перешли подписчиков 10 тысяч 209 просмотров 10 миллионов 84 тысячи 547 по десятке сразу и здесь уже вот вот 10 пройдет сколько там месяца может быть 2 будет 10 тысяч роликов у нас то есть все на десятку выехал так интересно но это наш по свете библии сайт вопросы и ответы вопросы и ответы я сейчас даже не могу сказать остались тут или нет у меня государство один вопрос я его сейчас постараюсь узнать подготовленный хорошо вопрос 2097 8 том открытым оком хватит хватит ли у вас силы мужества противостоять сорока подвижникам но ты не слушай их ибо его подстерегают более сорока человек из них которые заклялись не есть и не пить доколе не убьют его и они теперь готовы ожидают твоего распоряжения за то что вы дерзнули пересмотреть так любимые православным народом жития во свете библии невзирая на лица и авторитеты которые вновь предъявят обвинения и доводы вашей неправоты вот он вопрос я отвечаю это в университете видимо записка поступила конечно хорошо когда семя сразу же вырастает и нет сорняков но когда пожар со всех сторон выжигает дотла и видишь полчища грызунов и тех кто натравливает на тебя пьяных слуг соседнего землеводельца и работорговца тогда руки задрожат деяние 20 29 32 ибо я знаю что под шести моем войдут к вам лютые волки нещадящая стада из вас самих восстанут люди которые будут говорить привратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрости памятую что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас и ныне передаю вас братья богу и слову благодати его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми священными иди Никита закончи тут а то я опять потыкать все буду Никита ты не ушел где он Никита пойди пожалуйста вот досчитай досюда дальше но уповая уповая на бога и на молитвы тех святых которые точно так же переносили такое поношение за обличение распущенности священнослужителей и их насаждение тьмы их кавычках благочестивое верование во все лишь бы оно было против библии в житиях таких подвижников больше половины чья деятельность была не по Евангелию а велась своими силами как бы являясь вызовом к Богу Иероним Стридонским 15 июля кавычки открытые это настойчивое указание что достижение христианского совершенства невозможно без полного отречения от мира и плоти отталкивало от него не только язычников но и многих христиан этим обстоятельством воспользовались некоторые порочные члены тогдашнего общества чтобы обвинить подвижника в лицемерии распространяя про него всевозможные клеветы и обвинения многих смущало и то глубокое уважение с каким блаженный Иероним относился к Оригену такая враждебная настроенность поставляющая вину блаженному Иерониму даже его очевидной заслуги особенно усилилась после его письма к Юлии Евстохии о сохранении девства письмо это относится к 383 году в нем блаженный Иероним обличает и осмеивает нравственную распущенность и религиозное лицемерие современного ему римско-христианского общества и преимущественно духовенства письмо вооружил противороженного Иеронима буквально всех римских христиан тем более что все язычники отступники и все кто с ненавистью относились к имени христианскому ревностно отписывали это письмо потому что оно обесславило обесславило все классы христиан все степени все профессии и всю церковь подвергая их постыднейшему позору во время этой буре негодования возбужденной помянутым письмом блаженный Иероним находил некоторый покой в обществе благочестивых друзей расположенных к нему и уважавших его так упрекал последствия блаженного Иеронима за злополучное письмо его бывший друг Руфин так например сделанный блаженным Иеронимом по поручению папы Дамаса необходимый и полезный пересмотр латинского перевода книг священного писания возбудил ожесточенный вражду потому что он лишал христиан многих привычных и любимых изречений священного писания которые хотя и были ошибочно выражены по сравнению с подлинным языком святых книг но вследствие долгого потребления сделались дорогими Венедикт 14 марта кавычки открыты в одном из монастырей преподобного Венедикта был некий нерадивый брат во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви и хотя игумен за это часто его наказывал он не исправлялся узнав об этом преподобный Венедикт призвал к себе сего инока и наставив его душеполезной беседой отпустил домой но тот все-таки не исправлялся тогда сам преподобный старец отец пришел в тот монастырь и стоя во время службы в церкви посмотрел на этого нерадивого брата и увидел в нем беса в образе какого-то черного отрока который ухватившись за край одежды того инока влек его вон из церкви вот причина такая преподобный сказал окружавшим его видите ли кто влечет этого брата вон из церкви они же сказали нет отче после этого святой венедикт помолился господу чтобы он открыл их душевные очи и на другой день некоторые из них увидели небольшого эфиопа который влек того инока из церкви и они пересказали святому что видят по отпусти церковной службы преподобный отец ради спасения того брата переменил свой мягкий нрав нагрозный уже не словами только но и жезлом наказал ленинга брата и этим отогнал от него беса который как бы сам принявший побои больше уже никогда не возвращался к тому иноку и он с тех пор совершенно исправился кавычки закрытые стихотворение искусственное что не из природы что человек сумел перемешать ненатуральное суются мимо брода когда поженятся кобыла и ишак по всем ненатуральным искривлении подвохи выползут законные укоры подделка вроде на творца хуление об этом незатушенные споры чего писание священное не знает и без чего апостолы свободно обходились от Моисея скрыто на Синае в монастырях через столетия родилось искусственные праздники успенью благословенной девы в Назарете меня не спрашивают будто пенья кто сверхписание намудрил то держится в секрете в постах через столетия увязли дней больше половины и на всех богатым разнотравье сыр и масло природной лысине и натуральный смех пробирочках ледуши благородить искринок икринок и синтетики не оживить воде рождаются чудовища заморские отродья масонских тысячи подбросили идей не нужны микроскопов и расчетов для вкусного обеда Авраама и если даже что не допечется но только не травись химическую дрянью пусть будет проповедь проста и безыскусна но только не объедки Византии молитва детская понятная по-русски писание в руках не в карантине раздастся плач рожденных натурально не сорок бормотаний господи помилуй привыкли жить на дорогах погребальных рождание бойцов пищит рахитик хилый 28 08 благодарю на этом конец на сегодня хватит